Здравствуйте, с вами снова Александр. Я сегодня хочу вам рассказать о новинке от немецкой компании Moon. Moon очень бодренькая компания, делает прекрасные колясочки два в одном, очень высокого качества и причем невысокой цене. И они расширяют ассортимент, добавляют в свой ассортимент еще и коляски для путешествий. Поэтому сегодня я вам расскажу об их новиночке, которая называется Moon Star. Это действительно классная колясочка. Ну, я вам сегодня о ней расскажу, естественно, посмотрите, что это такое. В конце я вам скажу свое мнение. Ну, в общем, как обычно. Так что присаживайтесь поудобнее и поехали. Собственно, вот колясочка Moon Star. Очень даже симпатичная. На мой взгляд, здесь дизайнеры нормально так подумали, чего как сделать. И у них достаточно хорошо это получилось. Что мне в Moon нравится действительно, это то, что у них ручки не из губки, а из эко-кожи. Это действительно приятно, тактильно. Ребенок тоже вот здесь может трогать. И это все можно спокойно помыть, почистить чем-то эти губки. Это все трескается, рвется. В общем, вот так вот лучше. Собственно, вот как она выглядит. Можете это все оценить, посмотреть, что это такое. Ну, а мы с вами, собственно, начнем изучение сверху вниз. И перед этим, единственное, в двух словах, технические характеристики. Эта коляска весит, насколько я помню, да, 7 килограмм. И предназначена для детей с 6 месяцев до 15 килограмм. Ну, где-то 3 года. Вот ее основные технические характеристики. И то, что она классная, маленькая, в сложном виде. Но это чуть позже покажу. Так что давайте изучим. Сверху вниз ручка. Что касается ручки. Ручка вот такой высоты. 186 с ростом у меня. Смотрите приблизительно, как это будет вам. Вот, она не регулируется никак по высоте. Поэтому вот как-то так. Что касается козырька. Козырек вот сейчас в обычном штатном положении. Но с возможностью его увеличить. Опля. И он уже все по самый бампер. Здесь очень плотная москитная сеточка. Вот смотрите. Естественно, она промокает. Куда деваться? Это же москитка. Но от солнца она черная. И нормально защищает. Вот. Что касается козырька. Здесь все очень простенько. Так, давайте сразу про ткани скажу. Ну, ткань здесь внутри, она одни ощущения вызывает. Снаружи другие. Снаружи она типа такое. Микрофибры что-то такое приятное, мягкое. Снутри более гладкая и скользкая ткань. Вот здесь непосредственно я про козырек говорю. А где сам ребенок находится, это вот как на козырьке снаружи. Типа микрофибры. Так, может быть микрофибры я неправильно сказал, но что-то вот такое, знаете, приятное, с ворсинской поверхностью. Ну, классный по ощущениям материал. Так, давайте посмотрим с вами на сидушечку. Вот сейчас я разложил ее. Мы видим здесь подножечку. Подножка, кстати, спокойно регулируется. Вот, давайте сразу посмотрим за дно и на заднюю часть. Эта часть, она спокойно убирается. Можно проветрить. И что мне нравится, она не на липучках крепится, а на кнопках. Это надежнее. Так, по высоте здесь регулировочка происходит ремнями. В принципе, все стандартненько. Так, что касается самой спинки. Какой у нее плюс? Она почти под 90 градусов. Ее можно поднять. Это уже много родителей оценили. Это классно. Что касается безопасности, стандартные пятиточечные ремни с мягкой накладкой везде. Причем, действительно, с мягкими накладками. Вот, в этом плане все здорово, широкое. Ну, в общем, места здесь достаточно. Бампер, единственное, вот когда откидываешь, вот один из минусов бампера, вот он вроде как откидывается, как калиточка, но он сразу оттягивается обратно. Ну, вот его нельзя вот сюда, куда-то... В общем, удобнее всего будет, сажая ребенка, снимать бампер, мне кажется, и потом сажать. Так, ну, естественно, обычная подножка для ребенка тоже есть. Так, давайте сразу посмотрим с вами на багажник. Багажник большой, действительно, нормальный большой багажник. Только из-за особенности конструкции вот этой перекладины не дает сюда что-то, ну, такое крупное положить. Кстати, тормоз нормальный такой. Ну, единственное, давим сверху, снизу отковыриваем, но он здесь подпружиненный, снизу не надо ковырять. Просто коснулись, видите, да? И он сразу отскакивает назад. Так что не повредите вы обувь. Так, что касается рамы. Рама, естественно, металлическая. Я, как обычно, коляски всегда юзаю, пытаюсь ее как-то помять, поперегибать. Ни хрустов, ни скрипов, ничего не замечено. Подгонка хорошая. Все нормально в этом плане. Из плюсов рамы здесь вы видите амортизация. Амортизация, причем, очень-очень неплохая. На всех колесах она есть и спереди, и сзади. Можете вот посмотреть. Это вот такие они плюс этой колясочки. Плавность хода достаточно хорошая. Этой модельки. Так, давайте теперь посмотрим на ее сильную сторону. Это то, как она складывается. Так, для того, чтобы сложить, нужно козырек вперед вот так убираем. Потом спиночку перекидываем выше козырька. И здесь есть кнопочки, которые мы нажимаем и толкаем ее вперед. Вот, здесь есть крючочек, который все это дело фиксирует. Вот, вы видите, какая она малюсенькая. Вот, в принципе, да? Достаточно компактная. Так, чтобы разложить здесь справа, нажимаем кнопочку, тянем. И все это дело одним махом раскрывается. На мой взгляд, нормально получилось. Все продумано. Она, в принципе, мне вот что нравится в этой модельке. Она просторная. Может быть, не такая длинная, как хотелось бы. Но это и не та коляска, к ней не нужно предъявлять такие требования. Она из серии мега компактных. Поэтому здесь и так нормально. Вот. Плавность хода отличная. Ручки вот из эко-кожи. В общем, особо минусов я, на самом деле, не могу найти. Вот так вот с ходу. Наверное, опыт эксплуатации клиентов покажет со временем, как эта новинка себя проведет. Но она на сегодняшний день стоит, у нас получается, июнь, начало июня 2018 года, она стоит в районе 15 тысяч рублей. Если вы посмотрите на конкурентов, то это очень конкурентоспособная цена и очень хорошее качество. Я вот всегда, вот не важно, чтобы было хорошее соотношение, чтобы вы, ну, не надо, не всегда нужно переплачивать за бренд, еще что-то. Другие разные компании дают хорошее качество за меньшие деньги. Поэтому, вот, в этом плане, эта коляска отличная. Вот. Собственно, в принципе, все, что хотел рассказать, показать вам о ней, я все рассказал, показал. И если это видео вам было полезно, интересно, ставьте лайки. Много лайков. Обязательно подписывайтесь на канал. Очень важно это для меня, чтобы делать для вас больше качественных обзоров. И спасибо большое первой коляске за то, что предоставили на обзор Moonstar. Действительно неплохая коляска, да. Вот. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора для коляски для вашего ребенка. Ну и всего доброго. До свидания.